Так, уважаемые коллеги, следующее слово Аляк Олегович Столярову, кандидату в логическую науку, доценту НОМГОУ, первому вице-президенту Российского общества, исследовательной проблемой Атлантиды, Нибиру в контексте социокультурного мифа о конце света. Вперед. Спасибо. Я назвал свое сообщение «Сказочка вредного дедушки» или Нибиру в контексте социокультурного мифа о конце света. В 2009-2010 годах буквально всемирная сеть интернет-сотрясалась от обсуждения сближения гипотетической планеты Нибиру с Землей. Яры и Адетты Нибиру били себя кулаком в грудь, вот приблизительно так, и рвали на себе последнюю тельняшку, утверждая, что вопреки всем мнениям авторитетных ученых, планета Нибиру действительно существует. Говорили, что Нибиру это странствующая планета, солнечная система, но научных работ, подтверждающих ее существование, как не было, так и нет по сей день. Любопытно, не так ли? Многообещающее почти детективное начало этой истории. Оказывается, тезис о существовании Нибиру выдвинула в 1995 году довольно известная, правда, в русских кругах, контактерша Нэнси Лидер, американская. Но она немножко двинута на общениях с зетами, она заявляет, что она якобы имела контакты с этими зетами инопланетянами, которые ей вставили в мозг имплантант, и благодаря этому имплантанту она получала от них информацию, напрямую причину. А писатель и теоретик Павел Катат, всем вам известный ныне покойный Захария Сичин, о мнениях и утверждениях которого в номере втором за 2009 год аномалии очень подробно Георгий Михайлович говорил, он утверждал, будто бы Нибиру описано в шумерских текстах. Символом ее, по мнению Сичина, является некий кроватый диск, который встречается у многих народов Древнего Востока. По его словам, шумеры упомянули о том, что на этой планете якобы обитали высокоразвитые разумные существа, которые именовали себя Анунаками. Но то, что Анунаки, божества древних шумеров, существуют, это безусловно. Это даже в древних шумерских памятниках мы можем с вами узнать. Но то, что Нибиру, по утверждению Сичина, якобы движется по вытянутой орбите и появляется между Марсом и Юпитером раз в 3600 лет, это не доказано. Это явно откуда-то взята цифра с неба. Сичин, наверное, почесал себя в затылке, поковырял в носу или где еще, эту цифру придумал. Он заявляет, что при каждом приближении Сичин к нашей планете обитатели Нибиру спускались на Землю и общались с людьми. Так вот запросто заходили к ним в дома, кофеек, попивали чаек, ну в общем общались. В связи с этими утверждениями Захарии Сичина у адекватных членов научного сообщества возникают весьма многочисленные и правомерные вопросы. Почему мифическая планета находится в зоне повышенного внимания и кому выгодны жаркие споры о Нибиру? Ну, также множество других вопросов приходит на му. Ответы на эти вопросы могут быть самыми неожиданными и разнообразными. Я, со своей стороны, охарактеризую существующую проблему с точки зрения мифолога, филолога и историка. Во-первых, а это вам может подтвердить любой уважающий себя шумеролог, в древних текстах шумеров нет сведений о планете, носящей гордое имя Нибиру. В дошедших до нас текстах мы действительно встречаемся с шумерскими божествами, анунаками Энлилим, Нинлилим Энки. Это, конечно, боги древних шумеров, но где хотя бы малейший намек на Нибиру? Его нету. Обратим внимание, во-вторых, и на другой, не менее интересный аспект. Шумеры не имеют понятия о том, откуда пришли их боги, в чем даже не боятся откровенно признаться в своих древних памятниках. В текстах только констатация факта встречается. Боги пришли. Откуда? Кто они? У шумеров даже никакого желания освещать эти вопросы не возникает. Более того, подобная мысль, казалось бы, им кощунственной. Шумеры, как и представители любой другой древней культуры, были глубоко религиозны. Они верили, они обсуждали и не исследовали природу своих богов. Это уже более поздние богословы христианского периода развития человечества начали рассуждать о божественной природе своих богов и святых. А до такого уровня теологии шумерам надо было еще дорасти. Отсюда следует логичный вывод. Найти в текстах древних шумеров Нибиру равносильно тому, что назвать Кацелькаатля величайшим астронавтом всех времен и народов, а древнеиндийские огненные колесницы лиманами назвать Энелло. Но великий эзотерический сказочник Захарий Ситчин именно так и сделан. В течение всей своей последующей жизни он продолжал фанатично настаивать на безошибочности гипотезе Нибиру. Чем обусловлено, хочу я вас спросить, такое фанатическое упрямство? Полагаю, отнюдь не тем, что вредный писатель упрекал шумерологов в якобы непрофессиональной расшифровке древних текстов, при этом нахально утверждая, что, дескать, ему лишь одному ведомы методы, при помощи которых можно осуществить единственно верный перевод текста и получить точную информацию. Причем какой это метод, он так ни с кем и не поделился. Но это действительно весьма удобно. Дело в том, что Ситчин прознал о некой планете Икс, и ее-то как раз дотошные старецы окрестил Нибиру. Ну а что? Это весьма удобно. Поиском далекой планеты Икс в Солнечной системе астрономы занимаются еще с конца XVIII века, когда Гершель в 1781 году открыл Уран, и стало ясно, что далеко не все крупные планеты видимы невооруженным глазом. В 1846 году на кончике Кера с помощью расчета был открыт Нептун, а в 1930 году Плутон. Новая века в истории открытий крупных тел в Солнечной системе настала в 1992 году, когда на орбите, схожей с орбитой Плутона, был обнаружен объект 15760, 1992-й ХБ-1. Узнав про поиски астрономов, Каванна и Держинка Ситчин вполне мог решить, что существует и планета Нибиру, пока еще не обнаружена. Несомненно, учел Захария Ситчина то, что гипотетическая граница Солнечной системы, так называемое облако Аорта, откуда, как считается, происходят периодические кометы и астероиды, изучено пока еще очень плохо. Так что пофантазировать есть возможность. Так вот, он как раз и начал нас этим пугать, что прилетит планета, но современные астрономы подсчитали, что эта планета еще не появилась, и если бы она угрожала Земле, она бы должна была быть, видимо, невооруженным глазом в 2011 году на небе. Однако такого не произошло. Мы до сих пор Нибиру не видим. А то, что мы выдаем, якобы нам выдают, якобы за Нибиру, это лишь фотомонтаж и фотошоп. Таким образом, Нибиру вписано в социокультурный конец мифов о конце света. А эти мифы, как мы знаем, с 1933 года нашей эры, существование христианства длятся вплоть до нашего времени. И концы света постоянно придумываются. Раньше их придумывали отцы церкви, которые были заинтересованы в том, чтобы отпускать индульгенции за высокую плату своим прихожанам. Ну, такого рода у них бизнес. Приходит аристократ к римскому папе или к ириарху церкви, и тот ему отпускает, значит, его грехи. А после того, как он отпускает грехи, к отца света не происходит, и римский папа говорит, «Ну что ж ты, дорогой, меня требуешь назад по всей своей земле и запке? Ты же отмолил свои грехи перед Господом этим даром, и таким образом великая милость Божия снижала на человечество». И конец света отложен. Неужели Захарий Ситчин вывернулся бы таким образом, доживьем до 2012 года, как и отцы церкви, как и римские папы? То есть он бы стал говорить, что Нибиру не прилетело, а она нас пожалела. Все концы света подробно в моей статье, приводится, которая опубликована в аномалии новой, вышедшей. Вот вы, кстати, ее можете приобрести. Ну и обратите внимание на другие аномалии, номера, которые вы увидите в холле. А то, что вредный дедушка Захария Ситчин нам навешал лапшу на уши, уже становится ясно, поскольку в древних текстах такого упоминания о такой планете не существует. Спасибо, Олег. Спасибо. Подтверждая слова Олега Олеговича, могу вам доложить, что звонил Будусову Кириллу Павловичу, я, ну, в Питер, вот, ну, он профессиональный астрономик, Кирилл Павлович, пожалуйста, скажите, есть ли какие-нибудь такие вот данные астрономические? А Нибир? Такой резкой реакции я даже не ожидал. До того я его вопрос, видимо, достал. У меня, говорит, такой информации нету. Спасибо.